А сегодня у православных великий чистый четверг. День, когда нужно и дом в порядок привести, и позаботиться о праздничном угощении, покрасить яйца и спечь куличи. Наши районные корреспонденты побывали там, где сегодня готовят тысячи куличей. Ежедневно на Качковском хлебозаводе выпекают не менее 14 сортов хлеба. В эти дни прибавился пасхальный кулич. Для приготовления теста существует специальный рецепт, которым пользуются из года в год. Яйца из его маргарина очень много, конечно, идет очень сдобно. Куличи у нас очень вкусные, сладкие. Сверху кулич обязательно обмазывают сладкой глазурью и украшают. За эту ночь было выпечено около 500 куличей. Сейчас пасхальный хлеб развозят по магазинам. Всего же пекарям предстоит испечь не менее двух с половиной тысяч куличей. Вчера уже пасхи в решеты возили, в Черновку, по всем магазинам. Сегодня у нас новые решеты, ярмаки. Пасхи хорошие люди, все берут. В очередь даже стоит. Куличи всегда пользуются спросом в магазинах. Но все-таки многие предпочитают печь пасхальный хлеб самостоятельно. Обязательно пеку сама. Почему? Ну, потому что они вкуснее. Свой-то лучше, чем магазины. Ну, привыкшая так. Как родители приучили, так и учусь. Может быть, какой-то особенный рецепт у вас в семье есть? Нет, обыкновенный. Как мне передали бабушка да мать. Такое пекло. Неважно, купили вы кулич или испекли сами. Перед трапезой его обязательно нужно осветить в церкви после праздничной литургии. И даже неверующие знают, пасхальная выпечка будет съедобна гораздо дольше обычного хлеба. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новость ОТС. Рагуля, Артем Медведев, Новость ОТС.